так сегодня у нас огромнейшая просто коробка ну по меткам конечно же игрушек трансформеров и прочего то есть это трансформер по лдовому мультику из 90-х трансформеры серия как бы называется у них съешь один войны кибер трона трилоги да и персонажи такое сам коробок очень большой ну по меркам опять же трансформеров приблизительно где-то сантиметров 30 нужно быть высоту то есть его можно купить вот за столько и даже за столько на алиэкспрессе но на валбересе каким-то не знает он появился за 3 400 то есть в принципе цена полностью адекватная дорого конечно но это лучшим девять тысяч или восемь семь вообще просто jetfire по мультику что мы видим на коробке это у нас звездолет это типа батлпака что то показано батлпак одевается на него становится вот таким вот крутым пацанчиком вы конечно очень очень коротой наверное надеюсь что он все-таки не слишком большим как бы трансформеров я не особо собираю просто как полочный из mtr ну за такую стоимость это можно даже рассчитывать ханта ну а размером всего но вам может сравнить маленький бамблби бамблби из линейки masterpiece то есть это я так понимаю ну что-то вроде премиальной линейки их лучше вообще не покупать они слишком дорогие сейчас как нибудь мы все это поздвигаем и попробуем открыть то есть коробка даже особо не пострадала как не странно обычно потому что слава берется все приходит в состоянии мягко говоря плачевно страны выезжает у ребятам просто огромный туда же этому кулатуру выпало просто огромный то есть это только посмотрите насколько он большой прозрачная кабина внутри что-то лежит блин детализация еще кстати нет не знаю передает ли камера у него пластик то есть здесь вот он крашен здесь пластик однородный вот здесь вот он тоже покрашен белый пластик крашен белой краской причем разных оттенков 60 оттенков белого то есть по факту он весь из разных оттенков белого сделан тут штучки все функционально все работает какое у него лицо ну конечно да ну вообще в мультике он был больше оптимуса прайма даже по моему мужик это что-то вот такое инструкция jet fire сколько здесь шагов на коробочке было написано ну даже не знаю это одна страна получается ну да тут так ерунда вообще алдовые вот эти трансформеры они не особо сложные по сборке то есть это вот по новым уже по фильмам они более заморочены современный кстати фильм тоже есть jet fire он такой черный похож на какого-то ктулку больше то есть он очень странно выглядит он совершенно не похож на своего вот этого прототипа все кстати обратите внимание ой вот такие вот этот понимаешь огонь из бластеров ну наверное айт все примут ну да все нужно получается сейчас вырезать и смотреть через одну секунду как в итоге мы имеем вот такую вот коробку множеством это резиночки проволочки в общем это еще все нужно постараться вырезать вот такую пушку пушка тут я так понимаю все имеет какие-то нюансы то есть ведь она двойная она раскладывается . переключается и честно вот это вообще не понимаю зачем кстати все довольно таки туго то есть получается это как бы 2 2 винтовки заметьте кстати что она на шурупах также как и с другой стороны пластик очень качественный стволы покрашены наверное тоже очень качественно сидел никаких засенцев ничего подобного потом пушка ну пушка как пушка не знаю видно штамповки в общем две пушки тагеда так понимаю у него на руках они будут потом еще две вот такие вот штуки они разговаривали что разъединяются и у моих вот так вот получается то есть я не знаю что это их две огоньки то есть огоньки я так понимаю будут втыкаться в пушки в двигателе ну вообще их можно так вот состыковать и создать что-то вроде больших огней и вот такой вот нагрудник просто потрясающе сделанный так вот это вот крашеный пластик то есть это по ходу он из черного пластика полностью сюда вот крашен чтобы белый цвет заползает на черный ну покрашен просто отлично внутри внутри как она видит а это его маска то есть эта штука должна как-то открываться как то и внутри мы видим маску это маска я так понимаю из этого батл пака маска крашеная судя по всему покрашена аккуратно сама на и голубого цвета но покрашена белый блин на самом деле это детали очень прикольно смотрится ну который вроде пластика вроде и крашеный такой маску не будем убирать так ну собственно и сам робот это просто конечно я даже не знаю как его показывать огромный здесь вот я кстати заметил но прожима дверка и зачем это что это вообще непонятно тут по стеклом что-то лежит так руки руки на трещотках полностью знаешь очень круто и со спины тут тоже так это вот другой другой пластик это все другой пластик это я даже не знаю крашена а это вот это вот такого цвета пластик темного покрашен в белой потому что вот угол стеса немного немного неаккуратно здесь тоже блин ну смотри же точится круто ничего себе это как так получается так это крылья вот раскладываются красный цвет тоже покрашен покрашен очень аккуратно одну сторону да это эти самолетах не помню как они называются ну чтоб там регулировать высоту все все работает то есть у него можно вот так вот как ушки сделать крылышки ну прикольно как это обратно теперь сделать вот так никто старт а здесь вот они поднимаются штук штырьки как раз как на картинке показывается сюда одевается черные ракеты даже не знаю давайте сначала его переделаем тогда конечно лицо у него просто потрясающе то есть нужно переделать сначала самолет а потом а кстати я же обещал страны ну тут даже не знаю просто это просто несопоставимо раз переделаем его самолет а потом сделаем обвес и в батл пак и посмотрим как он будет смотреть что что а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 то есть видите прикольно так огонь у нас получается можно заснуть весь турбины были ночи крут смотрится компаний мощного немного огонь блин если бы если такой был бы робот мне кажется с коробкой даже до дома не дошел бы просто тебя убили на и с ним бы так ну маска соответственно никуда народ не одевается еще остались вот ракеты их можно конечно же распихать по всяким вот эти вот я не уверен что получится куда-то распихать просто у них такое вот крепление а это как раз ну под штырьки снизу точнее не снизу а сбоку чтобы не очень понимаю где здесь перед а где зад ну окей а ну тут вообще по идее вон это такой робот то короче в любую в любую дырку можно что-нибудь вставить как бы это не звучало ужасно но так и есть у него прям вообще везде везде что-то то есть видите в любой любое они как бы получают все отверстия подходит под ту или иную модель оружия ну как бы на свое смотрение честно не смотрю как там показано в инструкции что куда что скажешь не подсказывает что не особо все так прям именно должно быть ну почему бы и нет то есть видите получается он полностью обвешан и таким образом мы втрепали в него сейчас всю экипировку то есть остался у нас только маска и нагрудник панцирь не знаю хотя скорее всего его тоже можно было как-то вот так вот присобачить у тебя нет не он на грудь идет а грудь у нас сейчас данный момент вот она то есть вот они грудины с этой с этими штучками которые его должны держать ну самолет с точки зрения по одни мощности конечно просто зашкаливает очень крутой остается только переделать battle pack то есть робот плюс battle pack ну конечно огни вот эти просто фееричные такие они оранжевая точно и же можно это поделить например ну да тут огни огни тогда получается не хватает нужно было побольше то есть он может и пострелять очень классно хорошо переделываем робот наш перешел в режим робота обратно из кораблика и теперь можно сделать battle pack так называемый то есть для battle pack нам потребуется открыть вот эти частички не приделать грубим пластины даже не знаю как этого то есть ставится на вот эти вот местом на штырьки самом деле поставить это попасть не так уж легко ну половинка попала вторая попала получается у нас вот так вот так он да выглядит посолидней так шлем шлем помню у нас синенький крашеный одевается он просто одевается очень получается как-то вот так вот ну кстати тоже прикольно уже кстати не так аутентично как с его лицом с лицом про сразу видно его принадлежность сериала трансформеры первыми поколения пушки у нас ставится на руки но это властной инструкции так вот это все получается неприкольно кстати не уроки когда складываешь что-то блин то получается вот так вот у него по дороже кольцо выезжает когда раскладываешь ему прячется ну такие мелкие нюансы и так старая пушка на вторую руку то есть это так вам предлагается делать именно по инструкции то есть вот эти пушки подними вставляются так раз и два какие трошки получились выйти штырьки мы ставим на ракеты или что это кстати могу вперед направить да вот так вот и нужно так вот и сюда руку например дадим ему винтовку можно на 2 поделить чтобы были 2 в обоих руках ну оставим одну вот так по массиве не выглядит она что-то даже брать не хочет вот все собственно вот такой у нас получается батл пак но выглядит он рассказать конечно внушительным можно придать какую-нибудь козу так и добавить огоньки ну не стоит даже как это назвать как раз и два блин настолько большая конечно просто даже неудобно показывать получается вот так например вот эти огоньки можно на следы от двигателя или как можно поставить сзади двигателя как бы он взлетает еще у нас остаются вот такие которые кстати их можно прямо вот так одеть то есть можно в общем воткнуть в любое отверстие так понимаю здесь все отверстия все шильдики то есть видите все продумано а можно даже вот в ногу воткнуть огонь сбоку но это как еще похоже как будто ну в него попали выстрелом то есть можно его а вот эти нужно нужно выстрелом то есть здесь на самом деле огромный простор не знаю похоже на фонари огромный простор для фантазии можно конечно добавить их пушки так что в итоге мы имеем огромную максимально детализированную модель трансформера который подойдет как взрослым для интерьера на полочку так даже кстати детям потому что довольно таки примитивно трансформируется это не составит большие сложности и сделан из качественной пластмассы то есть это прочная моделька отличать тех же мастерписовских трансформеров которые более хрупкие более детализированные так что все зависит от цены за которую вы увидите за 3 400 это отличная модель дороже это конечно же такое себе сомнительное но из минусов еще я заметил я решил шлем ему его не одевать battle battle пачный и получается шлем если класть в нагрудный кармашек то не закрывается грудь ну не защелкивается как бы где и хранить его на коробочке придется то есть на этом пожалуй все желаю всем хороших покупок хороших скидок хорошего настроения